Творит Господь Савауф, притесняют давую сироту, отталкивают пришельца и меня не боятся. Есть люди, которые совершенно не боятся Бога, потому что они думают, а где Господь, а где Его суды? Твори, делай, что хочешь. Шестой стих. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились, потому что Бог долго терпит, у Бога милость. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Савауф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? Смотрите, вот первый ответ сейчас. Можно ли обократь Бога? Вот это место говорит о том, что можно. А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Немножко терпения, да, может быть, кому-то это покажется слишком жестким. Кто-то сразу это так отметет и скажет, это Ветхий Завет. Это ко мне сейчас, я во Христе Иисусе, ко мне это не имеет никакого отношения. Чуть-чуть потерпите, потому что к Новому Завету имеет это прямое отношение. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залю ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лыза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут во все народы, потому что вы будете землей вожделенны, говорит Господь Саваоф. Кстати, Израиль очень с дерзновением и по сей день соблюдает закон десятины, поэтому сегодня, опять же, Израиль становится землей вожделенны, говорит Господь. Дерзны за сны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Вы слышали подобное? Лично я слышал. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, которую я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим ему. Аминь. Третья глава. И вы знаете, вот здесь, вот я прочитал вот эту главу, я могу так сказать о том, что в 90-х годах, это вот мое личное свидетельство, Бог нам открыл, дал откровение Дестине. Ну, в том плане, что до этого, ну, мы Библию не знали, не читали. В 91-м году я уверовал, в 92-м году уверовала моя супруга. В 93-м году мы бракосочетались, получили благословение в церкви. И где-то в 90-х годах, я точно не помню, когда, мы получили откровение о том, что Десятина, она не имеет отношения к закону Моисеева. В том плане, что это не было прописано только в Моисеевом законе, это было еще установлено до Моисеева закона. То есть уже Авраам, да, мы это помним, он принес Десятину Мелхиседеку, первосвященнику того времени. И это говорит о том, что Десятина, получается, она была до Моисея, да. Ну, потом Моисей это уже прописал. В Новом Завете это тоже, вот, оказывается, Иисус это не упраздняет. Он говорит о том, что вот хорошо, ну, соблюдайте веру, да, соблюдайте суды Божьей, милость, но и Десятину тоже не оставляйте. Это тоже не надо оставлять. И когда мы получили откровение о том, что Десятина это важна, я для себя получил, вы знаете, такое ясное, ну, знаете, вот просто откровение о том, что Десятина это взаимоотношения, то есть это договор. Договор, ну, например, ну, как, мы все живем в условиях договора. Ну, например, мы с супругой, да, вот даже в условиях семьи, пусть это у нас там не прописано нигде, но мы примерно живем так вот, если в процентном соотношении 50 на 50. Ну, то есть у нас общий доход, мы как бы вот так вот автоматически делим там примерно, чтобы было справедливо, чтобы было честно. Ну, там, я захотел себе что-то купить, что-то купил. Через какое-то время я говорю, ну, теперь, Наташа, теперь ты, да, теперь что-то себе купи. Она что-то купила себе, ей уже неудобно становится. Он говорит, ну, просто я вот покупала, сделала шоппинг, там, сходила, все потратила. Вот, давай мы тебе хороший костюмчик купим, да. И вот просто мы так вот незримо, мы чувствуем о том, что вот как справедливо, как чтобы не было обидно никому. И это где-то вот так в семьях, это, если все честно, да, то примерно 50 на 50. У Бога не так. У Бога 90 на 10. Слушайте меня? 90 на 10. То есть во взаимоотношениях, то есть, если это честно, то есть я прихожу к Богу, и Бог мне говорит, вот у нас с тобой завет, новый завет на сегодняшний день. Ты хотя бы десятую часть вот в церковь принеси, отдай это на святое. Ну, на что уходят десятины? Десятины уходят на построение Царствия Божия, на расширение Царствия Божия. Я могу так сказать о том, что когда у нас была вторая церковь, мы там стали служителями, пастырями. Давали очень мощное учение о десятинах, о пожертвованиях. На эти десятины мы выкупили одно из самых больших зданий в городе, в центре города. Потом его реконструировали. Я хочу сказать, это тоже все было на десятины. Сделали зал на тысячи человек. Потом через какое-то время мы, как миссионеры, отправились в район, где не было ни одной церкви. В церкви не было служения, и мы там начали собирать народ. И это было в основном, это 10-15, это было пенсионерок. И опять же, я дал там учение о десятинах. И, конечно, мы на свои десятины вначале закупили аппаратуру, оборудование, начали служение. Синтезатор, гитара, первые прословители. И потом, когда люди поняли о том, что десятина – это благословение, это открывает небеса. Через какой-то, я хочу сказать, короткий промежуток времени, там, на кирзаводе, мы выкупаем здание. Хотя, казалось, ну, просто люди не понимали, откуда у нас финансы, кто нас спонсирует. Нас спонсировал реально Бог. Потому что все эти вещи, они происходили самым невероятным, сверхъестественным образом. Когда мы начали четко соблюдать десятину, то есть мы буквально вот так все просчитывали, все несли в храм, на какие-то божьи дела, на содержание служителей, на закупку аппаратуры, и все это закупалось. Ну, опять же, когда мы сюда в Болгарию приехали, на наши первые десятины мы закупили первое оборудование, ну, в том плане аппаратуру, опять же, гитара, синтезатор. Это все было на наши десятины, потому что мы понимали, я хочу сказать, если бы мы не были так наставлены, если бы у нас не было такого откровения, мы бы по сей день где-нибудь вот так просто скитались, и были бы вот такими людьми, которые просто еле-еле сводят концы с концами. Но откровение десятине, я хочу сказать, оно реально открывает над тобой просто вот так небеса. И мы это реально пережили. У нас началось сверхъестественное вот такое, знаете, благословение, в тот момент, когда мы просто приняли решение даже. И вы знаете, вот просто, ну, я помню, что мы жили тогда в Пришахтинске, вот, у нас была однокомнатная квартира, холодная, плохо отапливаемая, зимой было там реально холодно, и мы жили плохо, потому что я был студент, Наташа была студент, студентка, у нас было двое маленьких детей, и иногда действительно там корочка хлеба, там, ну, там водичку, молока купили, вот, ну, вся пища. Я помню, что у нас завелись какие-то там букашечки такие, которые вот, ну, просто на вот эти крошки там вот собирались, и мы не могли их никак вывезти, что мы там только не делали. Но когда мы стали соблюдать десятину, я прочитал Библию о том, что Бог в тот момент, когда я начну соблюдать, Он запретит пожирающим у нас. Я стал вот так по своей квартире, для меня это было реально вот такое переживание. Говорю, Господь, Ты же обещал, Ты же обещал в тот момент, когда я принесу тебе десятину, да, и приношение, то все вот это, то, что там у меня там пожирает или там что, оно просто, ну, все, это будет запрещено. И просто мы с Натальей помолились, и вы знаете, это было чудо. Ну, это было одно из первых наших чудес, когда просто все вот эти таракашки-букашки, на следующий день они просто исчезли. Слышите меня? Просто исчезли. Для меня это было мощное свидетельство тогда. Через короткий промежуток времени я тогда работал в реанимации, я был еще студентом уже последних курсов, 4-й, 5-й курс, и у нас вводят эксперимент. Я работал в еврейской бригаде Брандорфов, знаменитая бригада, очень мощные такие, ну, светила, по-другому их не назовешь. И вели эксперимент о том, что давайте мы вот реаниматологам будем платить большую заработную плату. Вот это ввели в областную скорую помощь, и вот у нас только в двух больницах. В реанимации, в онкологическом диспансере мы стали получать хорошую заработную плату. Для меня это был ответ на то, что я просто соблюдаю десятину. Я, будучи медицинским братом в реанимации, я получал в три раза больше, чем обыкновенный врач. Слушайте меня? Для нас это был ответ, мы даже не сомневались. Господь это ты. И вот что интересно, что я там отработал, закончил мединститут, уволился с реанимации, меня перевели в психонерологический диспансер в качестве врача. После того, как я уволился, эксперимент в реанимации закончился. Евреи уехали в Израиль, и они стали опять получать, опять стали получать нищинскую зарплату врачебную. Я для себя тогда просто принял, знаете, вот такое решение о том, что вот, ну, просто десятина, это для меня, ну, просто какой-то канон. Ну, я на сегодняшний день, я поделюсь такой своей тайной, да, о том, что я сегодня не подсчитываю, какая у меня десятина. Для того, чтобы не подсчитывать, я всегда даю больше. Ну, в том плане, что вот десятая часть, это все так трудно, там за месяц подсчитываешь, потом там что-то, какие-то доходы, там что-то куда-то ушло. А когда ты даешь не десятую часть, а, например, 30 или 40 процентов Богу, то наверняка ты уже десятую часть исполнил. Десятая часть – это всего лишь маленькая толика. Я могу так сказать о том, что для себя я открыл, что десятина – это то, что ты возвращаешь Богу. Это не твое, это тебе не принадлежит. Это заповедь Господня, которая говорит, Господь, ну, Господь тебе вот по этому завету, по этому договору. Ну, пожалуйста, я прошу тебя, вот по этому договору, вот хотя бы десятую часть. Вот отдай, потому что, чтобы в церкви было благословение, чтобы в церкви было, ну, действительно приятно прийти, чтобы в церкви было тепло, чтобы в церкви была хорошая пища, чтобы в церкви все было такое, отборное. Отдай хотя бы десятую часть. И десятая часть не запускает механизм сеяния и жатвы. Не запускает. Ты просто вернул Богу то, что ему принадлежит. И это вспаханное поле. То есть, когда я возвращаю Богу десятину, небеса открываются, это вспаханное поле, но в это поле надо что-то посеять. Поэтому Бог говорит не только о десятине. Он говорит, принесите мне десятины, и что еще? И приношение. Вот в тот момент, когда я даю больше десятой части, когда я даю 30 или 40 процентов, запускается механизм, который в Новом Завете апостол Павел прописывает так. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. А кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Я хочу сказать о том, что, вы знаете, для меня это неоспоримая такая доктрина. И тот, кто не возвращает Богу десятую часть, тот является вором. И по Старому Завету, и по Новому Завету, и по Закону, и без Закона. Потому что десятина – это не закон. Это то, что выше Закона. Это то, что вне Закона. Это то, с чего Библия начинается, и чем она заканчивается. Если вы хотите по Новому Завету, просто чтобы вот это место открылось, давайте мы откроем вместе. Я буду уже заканчивать. Сегодня я хотел коснуться только десятины. В следующий раз я немножко коснусь целевых каких-то пожертвований, приношений, чтобы мы знали, на что нужен будет второй ящик, который будет выставлен на следующее воскресенье. И все это очень важно, потому что о всем этом говорит Священное Писание. И давайте мы прочитаем послание к римлянам, 13 глава. Послание к римлянам, 13 глава. Сейчас я найду. С 8 стиха. Апостол Павел пишет. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповедь, не прелюбодействуй, не убивай, не кради. Не возвращать десятину Богу – это воровство. Не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть, если мы сегодня хотим исполнить заповеди Христовы, возлюби ближнего, как самого себя, мне нужно в том числе и не красть, и не убивать, и не прелюбодействовать. Потому что, если я действительно люблю, то я ничего этого не делаю, не буду делать. С 11 стиха. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам ото сна. Проснитесь, давайте мы проснемся. Отчего проснемся? Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Вот это апостол Павел написал 2000 лет тому назад. Я хочу сказать сегодня, что сегодня к нам спасение еще ближе, чем 2000 лет тому назад. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дело тьмы, и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью и распустству, ни ссорам и завистью, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». И вы знаете, вот здесь вот этот последний стих говорит о том, что «попечения о плоти не превращайте в похоти». Иисус Христос по Новому Завету, Он прописывает буквально, проговаривает одну очень мощную истину, которая говорит о том, что там, где твое сокровище, помните это место? Там и сердце твое. Я хочу вам сегодня сказать то, что когда мы все свои финансы куда-то вот, ну просто на попечения, на свои какие-то вожделения, на какие-то свои похоти, на какие-то свои желания, на какие-то вот просто свои мечты, вот я об этом мечтал всю жизнь, и все деньги вот туда. Куда мы тратим, куда мы спускаем свои сокровища, там Иисус Христос это говорит, там наше сердце. И вот здесь вот не обманывайте самого себя, Бога мы тем более не обманем. Когда мы говорим о том, что я верующий человек, о том, что просто, ну потому что я в церковь хожу, потому что я Библию читаю, но если ты не исполняешь какую-то одну из заповедей, то ты нарушил написано весь закон. И в этом отношении, когда действительно я читаю о том, что вот, слушайте, вот до закона это написано, в законе это написано, в Новом Завете это написано, так что же я сомневаюсь, так это же благословение. Я хочу сказать о том, что вот с того момента, когда Бог открыл, Бог настолько хранит нашу семью, Он обставил ее со всех сторон, ну вы просто сами это можете видеть, о том, что Бог нас сильно благословляет. Я считаю, что это только по той причине, что мы четко соблюдаем заповеди о десятине. Очень важно попечение плоти не превращать в похоти, о том, что ну можно жить скромно, можно сократить какие-то свои там затраты, ну просто если я какие-то финансы не высвобождаю для Царствия Божия, не высвобождаю для Бога, потому что я верующий человек, я понимаю о том, что если вот мои финансы не пойдут на Божьи дела, то я, какой я верующий человек? Я только лицемер, я только говорю, я только обещаю. Еще одно место, очень мощное, мощнейшее, оно написано в послании к евреям. И в послании к евреям мы можем уже довольно четко прочитать. Это будет последнее место на сегодня. Это послание к евреям в 7 главе, вы можете самостоятельно прочитать, как четко прописывается по Новому Завету, как Авраам дал десятину Милхиседеку, царю Салима, священнику Бога Всевышнего, и как Иисус Христос, который был по чину Милхиседека, принял десятину Авраама, и сам Левий, еще находясь в чреслах Авраама, принес десятину самого Иисуса Христу. И там так и написано, что Иисус Христос принимает десятину от вас. Четкое место, в котором вообще нет никакого сомнения. А я хотел прочитать второе послание Коринфянам. Как раз вот то место, где написано, именно когда запускается механизм сеяния и жатвы. Во втором послании Коринфянам, в 9 главе 6 стиха, «При всем скажу», апостол Павел пишет, «Кто сие скупо, тот скупо и пожнет, а кто сие щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением». То есть никто никого не собирается принуждать. Очень важно, чтобы каждый из нас получил личное откровение. Но если не открыто, то и не надо. Но просто будут какие-то оплевные последствия. Но если открыто, то тебя ждут большие благословения. Это Бог обещал. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен, и смотрите с 8 стиха, как четко прописывается, Бог же силен, и это новый завет, это уже не старый завет. Бог силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правду его пребывает в век. Дающий же всеми сеющим и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вот через наши десятины, через наши приношения происходит невероятное благодарение Богу. Ну, подарили, да, микроавтобус детскому дому, ну, разве это плохо? Это вызывает оплённые благодарения. Слава Богу за то, что в Тварне есть такая церковь, которая могла просто приехать и что-то для вот этих детей, для вот этих сирот. С 12 стиха. «Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых». Смотрите. «Ибо дело служения сего», вот это финансовое служение, «не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарению Богу за неизречённый дар Его». Аминь. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот сегодня, я хочу сказать, в основном только благодаря десятинам, да, и приношениям, конечно, сегодня наша церковь уже может отправить служителей на какой-нибудь семинар, мы уже отправляли несколько раз служителей в Сеул, на Трездес, на Рус-18, Костя нам съездил, Павлову Юлю отправляли на Трездес, в Россию, наших, у меня слова не поднимется, так сказать, ну, недавно мы отправляли наших девушек, да, вот, на поездку в Гаврово, вот, и они там посмотрели какие-то вещи, это тоже за счёт церкви, за счёт вот этих десятин, ну, в основном за счёт приношений. Я хотел бы сегодня так чётко, вот просто отделить о том, что десятины, это всё на расширение Царства Божия, это для обеспечения священства о том, что они могли на сегодняшний день позволить себе куда-то поехать или кого-то пригласить, какого-то учителя сильного, проповедника, чтобы нам служили. Этим летом мы пригласили и пропустили через нашу церковь более сорока миссионеров. Ну, разве это плохо? Это очень хорошо, правда. Я хочу сказать, если бы мы не приносили десятины, если бы были не наставлены, то есть, кто-то в нашей церкви уже имеет чёткое представление о десятины, и, ну, просто приносят, потому что, ну, это уже вот в сердце. И поэтому можем себе это позволить. Если бы нам это было не открыто, я хочу сказать о том, чтобы мы были бы бедной церковью, которая едва бы сводила концы с концами. Я еще раз хочу повторить о том, что первоапостольская церковь, ну, конечно, там маятник качнулся в совершенно вот такой крайности, они отдавали сто процентов, ну, пусть это будет девяносто процентов, они отдавали Бога. Ну, нам хотя бы вот так вот, двадцать-тридцать. Я хочу сказать о том, что кто щедрый, повторю, сеет, тот щедрый пожинает. Вот в притчах это хорошо написано. Щедрый, много отдает, но однако богатеет. Скупой, вот, очень много бережлив, но все больше беднеет. Все. Вот этот механизм срабатывает. И в нашей жизни этому подтверждение. Я хочу сказать о том, что учение о десятине, о пожертвованиях, о приношениях, это учение о нормальных взаимоотношениях. У нас на сегодняшний день есть фирма, сегодня мы расширяемся о том, что не только в Варне, но еще и в Бургасе мы уже можем позволить себе нанимать людей, кого-то приглашать. И у нас разные бывают соглашения. Иногда мы работаем 50 на 50, иногда работаем 60 на 40, ну, просто, потому что мы так решили, да, ну, там есть какие-то обленные такие моменты. То есть, это нормально. То есть, это нормальные взаимоотношения, но когда мы приходим в церковь и думаем так, вот, Бог есть, ну, Он же богатый, что я могу Ему им дать? И вот смотрите, я хотел бы вернуться к названию проповеди. Инструкция о том, как обокрасть Бога, и о том, как Бога обогатить. Я хочу сказать, можем ли мы обокрасть Бога? На самом деле, мы в глубине души мы понимаем, что обокрасть Бога невозможно, потому что Он всегда останется богатым. Но, каким образом мы на самом деле Его обокрадываем, обкрадываем или обворовываем, потому что в тот момент, когда они соблюдают заповедь Божию, знаете, что происходит? Мы позволяем дьяволу украсть нас у Бога. Мы обворовываем себя. Мы обкрадываем в своей жизни. Не исполняя заповеди Божии, просто нас, ну как, Иисус Христос об этом говорит, не можете угодить двум господам. Или об одном будете не родить, а другому служить. Или одного будете любить, а другого возненавидеть. Все. Третьего пути нет. И поэтому, когда мы просто заповедь не исполнили, мы просто убеждаемся о том, что такое в моей жизни? Почему меня Бог не благословляет? Да потому что ты заповеди не исполняешь. Элементарные заповеди. И ты просто позвал, позволил мамоне просто тебя украсть, твою душу. И понятно, что дьявол, он не поскупится, да он сделает свое дело, потому что он от начала кто? Он вор. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он душегубец. Если ты ему это позволишь, он сделает это с удовольствием. И как мы это позволяем? Мы позволяем это тем самым, что мы не отдаем Богу то, что ему принадлежит. Вот так мы его обкрадываем. Как мы можем Бога обогатить? Вы знаете, Иисус Христос приходит на эту землю и говорит уникальную притчу. Он говорит о том, что вот купец, он нашел драгоценную жемчужину и потом пошел, обратно вернулся в свое царство, я примерно говорю, продал все свое имение для того, чтобы купить эту жемчужину. И прообраз этой жемчужины кто? Это ты. Слышите меня? Человек, это ты. То есть для Иисуса Христа ты настолько драгоценен, что если дьявол у него просто вот это заберет, если человек это так позволит, то Богу реально становится больно. Мы можем обогатить Бога тогда, когда мы позволяем Богу брать нас, использовать по назначению, когда Он просто берет твою жемчужину, жемчужину твоей души, твоего сердца, твоей жизни, берет и говорит о том, что, вот как я прочитал про урока Малахи, это мой. Все то, что у него, это мое. Ты можешь назвать Бога, это мой Бог. Все то, что у Бога, оно теперь мне принадлежит. Я могу пользоваться им по праву. Слышите меня, да? Как я обогащаю Бога? Когда я посвящаю свою жизнь Богу, Бог становится реально богаче. Потому что для Него, для Иисуса Христа, ты драгоценная жемчужина. Можешь сказать на это аминь? Потому что это так. Мы можем обокрасть Бога, потому что неисполняемого заповеди, Богу очень больно, когда дьявол ворует у Бога тебя, твою душу, твою жизнь. И мы можем Бога обогатить, когда мы позволяем, посвящаем своей жизни, Господу Богу, и Бог берет в свои руки жемчужину твоего сердца. Слава нашему Господу. Я на этом заканчиваю. И я хотел бы сегодня еще, у нас есть время, пригласить, это не гость, это пастырь, Олег Григорьевич. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.